И всем привет, ребят! С вами Страбанька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно одному очень интересному вооружению, которое вы уже видите на своих экранах. Я нахожусь на своем спецаке и этот видос, можно так сказать, фрагменты игры уже были записаны заранее в связи с тем, что у нас происходила проверка очень интересной комбинации, которая связана с дико шафтом, с шафтом на лечение. Впервые в своей жизни я играл с этим устройством и по сути вот этот вот бой, который вы видите прямо сейчас на своих экранах, это первый бой на новом шафте. Ну, хотя он уже как бы вышел давным-давно, но для меня это был первый бой. На основе, как вы знаете, шафта у меня нет, устройство, хоть и это имеется за челлендж или за ультраконтейнеры, но шафта у меня нет. И, возможно, это то самое устройство, которое заставит меня приобрести эту замечательную пушку на основной аккаунт. По выбору дико шафта вы видите, что это режим штурм, это деф, это старая добрая формилочка, да, кто играет в нашу игру относительно, ну, наверное, недавно, наверное, не знает, то, что у нас была очень жесткая, лютая формилочка в этом режиме за защиту. Я одел дрон-механика, дабы, как мне казалось, сделать максимально большое количество очков на фарм, да, и старался лечить как можно больше своих союзников. Как по мне, это один из самых лучших режимов, где можно жить и жить довольно-таки долго, и, соответственно, если я буду хилить тиммейтов, буду зарабатывать большое количество очков. Ну и плюс, ко всему прочему, у меня диктатор, который раздает овердрайв, который дает дополнительные еще очки, дает дополнительную расходку, и дрон-механик, который за каждую аптечку, при том, что сейчас кулдаун у него довольно быстрый, дает мне возможность набора еще дополнительных пяти очков за каждую прожатую аптеку, вне зависимости от того, сколько танков я буду лечить. Но, понятное дело, что механик сейчас, как я уже скатал и понял, не является суперфармишим дроном, и, по сути, наверное, его использование в данной комбинации, а именно в дико-шафте, не является ключевым, и чуть позже вы это поймете, потому что я записал еще одну каточку с дико-шафтом, но уже с другим дроном, об этом чуть-чуть попозже. Ну, а здесь моя задача была, как я уже сказал, лечить своих тиммейтов, раздавать аптеки и делать все, чтобы зафармить как можно больше очков. Да, я для себя уже в последнее время понимал, что этот шафт является очень крутым саппортом, и за счет хила своих тиммейтов можно сейчас на нем зарабатывать безумно большое количество очков. Я не знаю, почему, например, с изидой сейчас нельзя столько заработать, сколько можно заработать с шафта. Скорее всего, там какие-то коэффициенты набора очков работают немножечко другим образом. Здесь за один простой тучок, вы видите, что я практически не свожусь, ну и вообще, наверное, мне кажется, за все бои ни разу не свелся по тиммейтам, чтобы выдать им хп. Все, что я выдавал хп по тиммейтам, это был простой вот выстрел вот такой с пробельчика, да. И за каждый хил, да, если вы даете 700, получается, да, урона по своим тиммейтам, вы как минимум, как минимум зарабатываете 5 очков, если вот вы даете фул хил, и у типа меньше здоровья, чем вы даете, да, то есть вот именно, чтобы полностью восполняло за выстрел, да. То есть, ну, я надеюсь, вы поняли, короче, я, конечно, не мастер объяснений, но вот, например, 700 очку выдали, вот если вся 700 очка залетает, то считайте минимум вы 5 очков с этого типа заформить. От 5 до 7, я замечал, да, может быть, даже где-то есть и больше возможность заработка этих очков. Дальность у этого шафта очень хорошая, очень хорошая, и я для себя понимаю, что этот шафт, это очень универсальная вещь, прям очень универсальная. Вы можете как хилить своих тиммейтов, так и быстро свестись, уничтожить оппонента, при том, что сейчас, если вы кидаете не фул баллон по оппоненту, например, половину заряжаете, то у вас половина остается, и вы сразу можете продолжать накидывать хп-шку по своим тиммейтам. Плюс, когда вы накидываете хп на хили, у вас баллон всегда остается, и вы в любой момент можете также перейти в сводку и кого-то быстренько свести, если в этом и есть необходимость. Но я старался как можно больше все-таки лечить своих тиммейтов, раздавать аптеки. Скажу сразу, что механик меня сбивал, да, вот те ребята, которые смотрят видос внимательно, они просто сейчас слушают меня. Вы замечаете, что я не совсем грамотно прожимаю аптечки, да, хотя с механиком, ну, нужно стараться давать максимальный импакт, да, вот те ребята, которые играли в штурме за дав, они понимают, насколько это важно, и насколько много можно с этого дополнительно очков заработать. Но за счет того, что ты играешь на шафте с лечением, ты уже чересчур сильно концентрируешься на том, какое количество хп у тиммейтов есть, и у тебя начинают разбегаться глаза, то есть начинается какая-то безумная каша. Ты хочешь как бы и нахилить тиммейтов, при этом тебе надо еще грамотно смотреть по расходке, какую по очереди прожимать, чтобы иметь как можно больше аптечек без кулдауна, да, и плюс-плюс ко всему этому еще тебе нужно периодически прожимать овердрайв на диктаторе, да, и со всего этого в сумме ты будешь дополнительные очки зарабатывать, и поэтому, когда ты уже концентрируешься где-то на механике аптечках, ты уже не достреливаешь на шафте, либо ты начинаешь накидывать на шафте, уже не дожимаешь аптеки. То есть поэтому я для себя по ходу этой катки понял, что, ну, это можно делать, да, к этому можно привыкнуть, но для человека, который впервые играл на дико шафте с лечением, это довольно-таки сложно. И я решил скатать еще одну катку, но уже с другим дроном. С этой катки я понял, что шафт может давать еще больше хила, если у него будет постоянная ддшка. Постоянная ддшка дает у нас только два дрона, да, либо это кризис, либо это бустер. Ну, у бустера там минимальный есть, конечно, колдаун, если так уж по-честному разобраться, но ддшка дает бустер на постоянной основе, кризис дает на постоянной основе. Соответственно, если мы не берем во внимание кризис, мы берем бустера. И я вторую катку, конечно же, на нем также сыграю. Что касаемо этого боя, прошло 8 минут. Тут я, ну, поражен, ничего не сказать, поражен, да. Я офигел, да, с того, какое количество очков можно зафармить за такую игру, при которой ты, по сути, ну, не делаешь ничего сложного. Ну, вообще ничего. Да, то есть, твоя задача лечить тиммейтов, да, периодически накидывать домашку по оппоненту и контролировать всю ситуацию на карте, да. Штурм за деф, очень простой режим, ничего придумывать не надо, и очень спокойно в легенькую ты возвращаешь ту самую жесткую нагибаторскую фармилочку в игру, да. Если раньше рулила там дикоизида условная, то теперь у вас есть дико-шафт, при том, что вы его можете использовать в любом режиме, просто в любом, да. Если раньше там на дикоизиде нужно было жить довольно много и стараться там вообще не умирать, то здесь, я думаю, что можно любой режим взять, и вот если просто играть на грамотный хил, ну, в штурме просто ты, наверное, можешь заработать больше, да, просто играешь на хил, просто, 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 повторюсь, просто на хил ты зарабатываешь те очки, которые на киллах, на киллах, поднять очень сложно, очень сложно. Реально, да, реально, реально зарабатывать больше за киллы, но вы понимаете, что когда вы будете играть на киллы, то и стараться надо больше. Здесь игра максимально примитивна, да, она очень, очень, как вам сказать, полезна, очень полезна, но примитивна и проста. 833 очка за 10 минут, при том, что я хилил аптечкой, ну, еще как бы 14 киллов, как-никак дал, да, хотя особо у меня такой цели не было, но периодически просто где-то залетало, ну, и плюс какое-то количество очков здесь было заработано также за счет аптечек, за счет механика. По 5 очков дают за каждую аптеку, то есть в сумме, если я, например, закатку прожал там 30-40 аптек, то, ну, вот, считайте, что примерно там около 200 очков это за дрон, за аптеки. Но, если, повторюсь, да, если сейчас, например, концентрировать свое внимание на механике, либо на любом другом дроне, то я считаю, что бустер может работать не хуже, и за счет того, что у тебя будет постоянная ДДшка, ты эти очки сможешь компенсировать, и при этом у тебя не будет голова забита тем, что тебе надо где-то прожимать эти аптечки, искать тиммейтов, и стараться еще за счет этого дополнительные очки иметь. Да, плюс, если ты даешь эти аптечки по своим тиммейтам, то зачастую бывают такие моменты, что ты захилил тиммейтов, а потом лечить тебе на шафте некого, да, а так у тебя получается, что ты раздал, вернее, не раздал, а просто имеешь ДДшку, и все те тиммейты, которые стоят у тебя на саппорте, и которые нуждаются в ХП, ты их всех потихонечку можешь вылечить, без особых проблем. За 11 минут катки я зарабатываю почти 10 тысяч кристаллов, при этом имею 900 очков. 900 очков? 10 тысяч кристаллов за 10 минут, при этом игра максимально примитивная и максимально простая. Второй же бой я запикался в уже начатую катку, вы видите, что уже 8.45, то есть по сути пол боя уже прошло, очков довольно много у моих тиммейтов, у первого 565 очков уже имеется, ну и противник, ну довольно такой плотный, да, постоянно пытается уничтожать, не все происходит так легко и просто, и порой, наверное, тяжеловато пожить, а на таком вооружении, чем дольше вы живете, тем больше очков вы заформите, да, то есть здесь время вашей жизни это безумно большое количество очков, ну и разница, которую я сразу заметил с бустером, это то, что ты все-таки за каждый тычок даешь уже большее количество хп-шки своим тиммейтам и все так же, ну где-то вот примерно там от 5 до 8 очков за одну тычку ты можешь зарабатывать. Плюс, плюс, если вы играете на этом вооружении, нужно понимать, что если вы лечите легкие и средние танки, то с них вы зарабатываете больше, чем с лечения тяжелых танков, потому что механика работает следующим образом. Если, то есть вот вы, например, даете полторы тысячи, полторы тысячи по мамонту, это может быть 5 очков, да, полторы тысячи по викингу, это может быть уже 7 очков, за счет того, что очки рассчитываются с точки зрения количества полоски здоровья, да, а не с точки зрения количества хп, которые вы дали, да, то есть я надеюсь, тоже момент понятен. То есть, например, пол хп у мамонта это две тысячи, да, пол хп у викинга это полторы тысячи, то есть за пол хп у викинга вы можете получить семерку, за пол хп у мамонта тоже семерку, но при этом вы по мамонту даете полторы тысячи, то есть вы не лечите пол хп и зарабатываете, соответственно, меньше очков. Этот момент я тоже думаю, что вам понятен. Ну и по этой катке я могу сказать, что это одна, наверное, из самых сложных каток и уверен, что если, например, такую катку начинать с самого начала, когда еще противник не раздуплился и когда у него не все получается идеально, да, то есть он не может так выпушивать зону и не может вас постоянно респить, то шафт будет намного-намного полезнее. То есть это, по сути, катка с максимально неприятными условиями, когда вас респят, когда вы не можете выдать большое количество хила по своим тиммейтам, вы видите, что я уже вообще в этой катке не свожусь, я стараюсь искать постоянно своих тиммейтов, где-то, конечно, иногда могу и нанести урон по оппоненту, при том, что цифры вылетают очень приятно из обычного тачка по 800 хп по дэшному танку, да, это, конечно, без резиста, если было бы резистом, было бы меньше, но все равно, это очень хорошие, приятные цифры. Ну и просто стоим, хилим, 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 оп, овердрайвик забрали, оп, овердрайвик раздали, 20 очков сверху забрали, плюс еще с крита где-то хильчик дополнительный поимели, но я так понимаю, что разница хила с критом и хила без крита не существенна, да, если, например, сравнивать изиду с лечением и изиду без лечения, то там, ну вернее, с критом и без крита, то изида с критом наносит намного больше хпшки, здесь, там, буквально, наверное, 100 урона больше дает этот шафт, но не суть важна, да, то есть, вот, например, по безддшке, по викингу, по бездашному, и у меня там по пятерочке очков залетало прямо сейчас, если вы видели, когда я открывал тап, ну и 5 минут до конца катки, это, то есть, прошло где-то около 3-4 минут с начала боя, у меня уже практически 500 или сколько там было очков имеется, да, сейчас тапчик где-нибудь посерьезнее открою, точно как-то несерьезно открываю тап, даже не я сам, лично не успеваю заметить, сколько у меня очков, ну и вы видите, да, то есть, постоянное сбитие расходки, постоянный напряг моих тиммейтов, и все эти моменты в совокупности, конечно же, не дают вам на постоянной основе набирать безумно большое количество очков, но даже и при таких условиях, вы все равно можете давать очень хороший хил, по режиму, да, почему штурм за деф, да, я вам, может быть, уже сказал в начале видоса, но повторюсь, если говорил, штурм за деф, это, наверное, лучший режим для вот таких вот комбинаций, которые направлены на саппорт и на заработок очков за счет получения от своих тиммейтов, потому что здесь вы врезпитесь постоянно в очень удобной зоне для саппорта своих тиммейтов и если ваши тиммейты живут, ну и они, соответственно, конечно же, будут получать урон от противника, потому что все находятся в одной большой куче, вы будете зарабатывать большое количество очков, 500 очков за буквально где-то 5 минут, то есть, ну, по сути, можно стараться выходить на тот уровень, что вы будете зарабатывать 100 очков за одну минуту, 100 очков за одну минуту, то есть, это, по сути, если у вас 15-минутная каточка будет идти, ну, где-то около полторушечки сможете дать, полторушечки, да, то есть, если бы это была бы, например, основа сейчас, и у меня на основе был бы шафт, то я, возможно, бы попробовал бы даже какие-нибудь рекордики сделать на данный период времени, да, которые реально в матчмейкинге, да, и посмотреть, сколько там за каточку можно заработать, например, кристаллов, да, с такой комбинацией, ну, так как у меня шафта нету, я этим, конечно, похвастаться не могу, не могу взять шафта и попробовать зафармить, но, ребяточки, у вас есть отличная возможность это сделать, если у вас есть шафт, если у вас есть шафт с этим устройством, взять дико шафта, отправиться в тур, сделать какое-то безумно большое количество киллов, очков, ну, вернее, не киллов, а очков, да, и уже поделиться этим в комментариях к этому видосу. Я надеюсь, что те ребята, которые заинтересованы в фарме, заинтересованы в заработке кристаллов, попробуют эту тему, да, и напишут в комментариях, что они думают по этому поводу. Я уверен, что и так есть игроки, которые играли уже с этим шафтом, но, возможно, они не чересчур сильно концентрировались на этом. Ну, и, как я уже сказал ранее, этот шафт заставляет меня задуматься о том, чтобы его приобрести на свой основной аккаунт, и я вот не знаю, что мне с этой мыслью, если честно, делать. Не знаю, не знаю. Но манит, манит. Я понимаю, какие цифры можно на нем поднимать и какие легкие кристаллы можно зарабатывать. Это, по сути, возвращение той старой имбовой турмовой формилочки, которая была у нас тогда связана с дроном механик, а сейчас связана непосредственно с новым устройством на шахте. Почему до сих пор у нас нету большого количества этих устройств, я могу сказать очень просто. То есть, их нету по одной простой причине. Потому что это устройство падает только с ультраконтейнеров. То есть, его нельзя приобрести. Как, например, можно было бы приобрести того же механика. Его не надо было прокачивать, можно было просто в любой момент взять его и, как говорится, пойти зафармливать бабосы. Да. Ну и вот, каточка у нас закончилась. По сути, где-то около 7 минут я проиграл в ней. 700 очков заработал. Кристаллов не так много за счет того, что это уже был начатый бой, из-за того, что он такой более плотный был. Но, здесь, главный акцент это, конечно же, очки. Наверное, это все. Наверное, это все, что я хотел вам сказать. Те, ребята, которые имеют это устройство, я бы вам советовал все-таки его рассмотреть, поиграть. Потому что, ну, наверное, это новая, новая жесткая формилочка. И более чем уверен, что после этого видеоролика игроков, которые будут играть на шапте с лечением в матчмейкинге станет больше. Поддерживайте видос лайком, если он вам понравился, если вам такая тема была интересна. Также, друзья, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.